Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, и с вами, как всегда, я, гражданин режиссер, и мы продолжаем погружаться в миры Тима Бёртона. Того раннего Бёртона он вернулся. Он вернулся в сериале Wednesday, и это разбор уже второй серии, которую можно озаглавить начало расследования. Потому что в прошлой серии был побег. Попытка побега. Wednesday, как всегда, пыталась сбежать из школы, но тут действительно другая школа. Тут действительно пробудились какие-то глубинные её чувства и интересы. Ни в одной другой обычной школе такого бы не было, что здесь тайны, сокровенные, опасные предназначения, мрачные пророчества, исчезнувший ученик. Конечно, она здесь остаётся. И начинает своё расследование. И первое, что она утверждает, а шериф приехал сюда, утверждает, что она видела, как какое-то страшное животное, похожее на оборотня, растерзало ученика, который напал на неё. Но директриса всячески, видно, съезжает с темы. Директриса всячески пытается отвлечь шерифа. Но она всё-таки добивается, благодаря своему железному характеру, этой возможности побыть с ним наедине пару минут. И пытается донести ему, что вы же тоже, я вижу, что вы же тоже это видите, что и я. Ну, никакой это не медведь. И вообще здесь не было такого, что всё окей. Все что-то скрывают, но мы с вами единственные, кто хотят узнать истину. Остальным не важно. Тут же есть ещё мэр. Ему не важно, потому что ему важна его политическая карьера. Денюшки идут от школы Невермор. И отлично. И все хотят всё забыть, всё скрыть. И только она, казалось бы, достучалась до него, и видно в его глазах, что он её слышит. Видно в его глазах, что да, он верит ей, открывается дверь, и вот он, этот ученик. Но нас не проведёшь, мы уже сразу понимаем, что что-то здесь не то. Уэнсдэй пока до конца не поняла, в чём дело. Не поняла, но ей хочется пообщаться с ним, чтобы разобраться. Но ей такой возможности не дают, потому что срочно говорят, что всё, он отчислен по каким-то причинам, причём не уточняет директриса по каким. И ему срочно-срочно нужно на поезд. И слава богу, у Уэнсдэй есть её член семьи вещь. И она отправляет его туда проследить. И он отправляется, но, увы, его маленькие габариты и огромное количество людей на вокзале не дают возможности. Он бежал-бежал и упустил буквально на пару секунд из виду. На пару секунд из виду он упустил мальчишку, а мальчишка обратился в туалете. И это директриса. То есть нам потихонечку подводят, что директриса как-то связана с этим всем. Но есть такое ощущение, что, учитывая, что это только вторая серия, да, что она не отрицательный персонаж. Всегда вначале нам подводят и ярко показывают кого-то, кто кажется подозрительным. Потом оказывается, что всё не так. У неё были просто свои мотивы. Но что же это именно она? И она почему-то скрывает, что парня действительно завалили. Ну, Венздей не останавливается. Она продолжает своё расследование. Она знает, что был этот странный разговор у него в комнате с его сожителем. Кстати, сожитель подкатывает к ней. Ему очень нравится Венздей. И Венздей пробирается в его комнату. И в этот момент, когда она пробралась, туда заходит та, с кем она сразу же вцепилась в неё, в конфронтацию. Это Бьянка. Самая, как я говорил, сильная, самая успешная, самая-самая номер один до того, как сюда пришла Венздей. И несмотря на то, что уже 1-0 в битве первой, но Венздей уже тогда пошатнула её корону. Было видно, что она испугалась её, потому что до этого вообще не было конкуренции. И она услышала то, что не было предназначено для её ушей. И она услышала, во-первых, много чего, связанное про их отношения. Что парень этот не просто так её бросил, но та не хочет слышать, зачем бросил её парень. Та не хочет понять, что она ориентирована только на себе. Невероятный эгоизм. Она влюблена сама в себя. Она себя ставит на педестал и восхищается самой собой. И он ей нужен был. Только для этого классическая, знаете, история школьная, когда вот этот лучший парень в команде встречается с самой этой популярной девочкой в команде. Как в старых клишированных фильмах, да? Ну и в жизни действительно так бывает. Ей он нужен был для фона, для красоты. Но как человек он ей был неинтересен. А он, оказывается, личность глубокая, рефлексирующая. И мы это в разговорах с Уэнсдэй узнаём у него, что ему не безразличны чувства другого человека. Да, и сам он много размышляет о разных вещах. Но его бывшей девушке ей было не до этого. Ей нужна была идеальная пара. Мисс и миссис... Их это... Школа Невермор. Вот что ей надо было. Но тут Уэнсдэй услышала самое главное. Её ещё раз кольнули. Ну кольни один раз. Уэнсдэй ещё даст тебе шанс. Ну кольни её дважды. Тебе конец. И она понимает, что всё. Она теперь должна утереть ей нос. Это её задача. И немножечко отходя от своего расследования, она решает участвовать в этом самом соревновании. Тем более, что... Ещё и... Понимаете, в этой всей страшной игре та хочет использовать соседку Уэнсдэй. Что победит. Ну и вообще, она каждый год, мы узнаём, побеждает. И Уэнсдэй начинает расследование. И узнаёт, что действительно подозрительным образом каждый раз, только её лодка добиралась, подозрительным образом никто не мог победить последние пару лет. Ну и она подготовилась. Мы знаем Уэнсдэй. Она подготовилась. Поняла, что игра будет грязная. И игра действительно грязная, потому что Бианке помогает Русал. Русал из её команды, который переворачивает, тормозит лодки. Но Уэнсдэй была готова, и у неё есть уже тайное оружие. Она как... Прокачала гаджетами свою лодку, поэтому бросает его в сеть, и им удаётся дальше продвигаться. Ещё пришлось пойти на пару хитростей, на пару трюков. И, кстати, вот вся эта сцена, всё, все эти вот люди сидящие, голосующие, там и учительницы, там и директриса, да. Там все они находятся. Это, конечно, чистый вайп Гарри Поттера. Абсолютный Хогвартс вот здесь на 100%. Классическая история Хогвартса, соревновательного. Вот он Гриффиндор, вот он Слизерин соревнуется, да. И вот этих показывают здесь всё время следящих, и причём всегда что-то ещё дополнительный, какой-то фактор у учителей, есть свои тайны. Прямо вот полностью передали вот этот дух и атмосферу Хогвартса здесь. Но я ещё раз говорю про патчиного Хэллоуина. Итак, Уэнсдэй удается участвовать, продолжать участвовать в соревнованиях. Уже остались только они вдвоём. Их две ладьи. И грибцы здесь, как на галерах, работают. Но Русал выбрался. Русал выбрался, и он пытается опять помешать, задержать лодку. И тут уже не только Уэнсдэй может наносить свой левый хук, потому что, как я говорил, она уже нанесла своей сопернице, тогда при всех левый хук, вызвав её, напугав её. Но теперь ещё и вещь наносит, свой мощный удар, свой мощнейший удар, и вырубает уже на совсем Русала. А дальше Уэнсдэй использует тоже грязную игру. И какую грязную игру? Я сейчас вам скажу отсылочку. У неё появляются вот эти мощные сбоку шипы, копья, которыми она и прорезает просто лодку. Орудие античности, которое использовалось не раз. А мы знаем, как её звали, Скорпион и Нейрон. Мы знаем, как она любит тиранов, как она любит этих ярких личностей, как и Макеавеллия эпохи Возрождения. И тут отсылка, я скажу, если вы смотрели фильм «Бенгур». Вот в фильме «Бенгур» там были вот эти тоже соревнования, скачки в Риме. И там главный антагонист, главный злодей, у него также на колёсах были прикреплены вот такие же, по типу такого, специальные приспособления, которыми он разбивал чужие приспособления для езды, да, на лошади. Колесницы эти, да? У него то же самое. Поэтому Уэнсдэй, наученная и вдохновлённая такими людьми, использовала именно эту методику и уничтожила морально свою соперницу. 1-1, чёрт побери, 1-1, но это не 1-1. Это больше, чем 1-1, и по ней видно, потому что раньше никто не даже, даже рядом возле неё не был. А теперь есть Уэнсдэй, и всё. Бианка просто сбросила вот только что, Бианке только что сбросили просто корону. Уэнсдэй её скинула, несмотря на то, что она намного ниже ростом. И это победа, и это триумф, и это сила воли. И тут подходит директриса, которая рассказывает ей, что, ммм, тебе вот кажется, вы такие разные с матерью, да, вы такие непохожие. А сколько общего? Ну, не говоря уже о тех самых видениях. Мама, оказывается, тоже вот так же преуспевала и добивалась таких же результатов в этом. Видно, в глазах такая пауза Уэнсдэй. Уэнсдэй обычно умеет сразу ответить. У неё всегда есть что сказать, здесь пауза. Она не соглашается с этим, но понимает, что доводы действительно интересны. И я думаю, чем дальше, тем больше по сезону Уэнсдэй будет узнавать, находить что-то общее со своей матерью. И вот этот разрыв, и её ощущение, что она совсем другая, перевернётся, как и медальон, который переворачивается из Мартиши Уэнсдэй. Вот, в общем, успех с подружкой, с которой она живёт вместе сожительницей. Они сближаются, та счастлива, та её обнимает, та довольна, и она действительно привнесла изменения. Теперь есть здесь уже две сильных стороны. Понимаете? Однополярная позиция в школе закончилась. Ну, а дальше возвращается к своему расследованию, и идёт она, и идёт она к тому самому интереснейшему персонажу, я записал, мисс Торренхилл, да, которую играет Кристина Ричи. Напомню, мисс Торренхилл, Кристина Ричи это та актриса, которая играла Уэнсдэй в экранизациях 90-х годов. И здесь она играет вот эту, она следит за ними, да, на этаже, но у неё есть здесь оранжерея, как мы знаем. И она цветок сразу же подобрала, специальные цветки всем преподносит. И вот здесь начинается уже детективное расследование, я думаю, и у зрителей, как и у меня. Потому что, когда Уэнсдэй подошла к ней и спросила, что это значит изображение, она рассказала, что это было тайное, мрачное, раньше общество, и назвала вот тот самый опасный цветок. И тут не надо быть с Шерлоком, что ты соединишь дважды два цветок. Она всё время в оранжереях, она очень необычная и подозрительная. Тут надо было вспомнить ещё один момент, который я вспомнил из первой серии, когда она зашла к девочкам в комнату и к Уэнсдэй и знакомиться. У неё были сапоги, все загрязнены, полностью загрязнённые сапоги в грязи. И на это акцентировали внимание. Скорее всего, потому что она, наверное, была в лесу. Поэтому, да уж, если кто-то здесь преступник, первая в списке у меня, это именно она. Если это действительно будет так, я счастлив. Обожаю, вот когда камео такое, а не бездарное камео на две секунды. Ненавижу бездарное камео на пару секунд, когда героя просто показали, он сказал привет и ушёл из кадра. Если это действительно так, то прекрасно. И опять же, опять же, будут эти вайбы Хогвартса, узнаваемый, классический какой-то новый учитель каждый год, который потом притворяется самым миленьким, а потом оказывается злодеем и негодяем. Вот. Ну, это пока предположение. Я вот здесь нахожусь по просмотрам к обзору, так что не думайте, что я впереди чего-то знал. Если попал, ну, они, может, и стараются нам показать это всё. В общем, всё здорово. Пока всё работает. И дальше, после всего этого, после разговора, после узнанного, здесь ещё была сцена после того, как она познакомилась ещё с одним парнишкой, который одержимо руководит вот этим Улием. Потихонечку, я ему уделю больше внимания позже, пусть раскроется больше дополнительный персонаж, не будем нагромождать сейчас эту тему. Также, поэтому я не нагромождаю взаимоотношения, вот этот любовный треугольник, который здесь присутствует, потому что у неё, у Уэнсдэй два парня, один в школе, второй полицейский. одного зовут Тайлер, второго Хавьер. Тайлер, это который сын Копа, и это напомнило, да, дико сумерки. Вот у Тайлера явно есть тоже секреты, какие-то свои, он тоже что-то знает, то ли он сам какой-нибудь оборотень, потому что подозрительным образом отец говорит о вот этих самых сеансах, которые у него есть. Зачем ему сеансы, что за сеансы, но папа-одиночка Коп, у которого ещё и есть какие-то конфликты с отцом Уэнсдэй, в общем, гордок с кучей загадок, как и должно быть, поэтому их любовному треугольнику, если он вообще любовный, но парни точно по ней сходят с ума, а вот Уэнсдэй пока что думает только о том, что ей нужно. Расследование её беспокоит больше ничего. И да, и ещё во время вот этого соревнования она встретилась с этой невероятной девочкой, удивительной девочкой, похожей на неё только светлым волосам, девочкой, как будто из другого временного периода. Ещё загадки, которые, думаю, будут раскрываться позже у нас, но самое главное, в своём расследовании она подходит и догадывается. Как вы понимаете, если вы знали Nevermore, как называется школа, она связана с Эдгаром Алланом По. Если вы вообще не читали По, то вы слышали про этот Nevermore, скорее всего, хотя бы в Симпсонах слышали всегда, то ворона, то слово Nevermore. И здесь вот есть памятник самому Адгару По. И совершенно случайно она видит знак на книге снизу. И совершенно случайно она находит текст сверху, и там абсолютно детские простые загадочки, которые ещё прекрасно встроенная, вписанная отсылочка к семейке Адамс. Вот это движение открывает дверь. Классно, мне очень нравится, когда берут классический лор и красиво его вводят, дополняют, объясняют через какие-то новые произведения, спин-оффы по этому миру. Так и надо обычно делать. Вот здесь это всё здорово, и вот она погружается в какую-то запретную старую часть этой самой школы, этого самого замка, и опять Хогвартс. Опять эти гигантские картины у лестниц, ты не можешь не вспоминать это всё. И там опять встречает её прошлое, её родители с фотографией, я ещё раз говорю, здесь очень много Патерианы постоянно присутствующей, ну не раздражающей, но не похожей на копипаст, а как будто тебе ещё бонусно подарили, правда тот самый сериал, который ты ждал по Хогвартсу, но пропатчены Бёртоном в стиле Хэллоуина. И вот Уэнздэй пришла, вроде как приблизилась наконец-то к тайне, но кто-то одевает на неё чёрный мешок. И на этом Клиффи заканчивается вторая серия. Что могу рассказать вам из того, что я увидел из первой и второй серии? Очень грамотное распределение сюжета, очень грамотно прописанные арки и очень сбалансированно развиваются все арки параллельно, потому что здесь сразу много параллельных арок и отношения с соседкой в комнате, и противостояние с девочкой, и взаимоотношения с этими парнями, и взаимоотношения с директором, и раскрытие секрета, и продвижение по арке мама и я. Вот это всё сделано очень грамотно, сбалансировано, и вот они параллельно как там пять, шесть, семь бегунов идут, и они идут равномерно. Нет такого, что один проскочил вперёд, и произошёл дисбаланс. Хорошо опытно прописанный сценарий, то, что видно отсюда. Поэтому история воспринимается спокойно, грамотно. Нет ощущения, что на тебя накидали слишком много, что есть что-то излишнее, что какая-то линия преобладала, а какую-то забыли. Нет, всё ровно, всё красиво, всё хорошо. Получаю огромное, колоссальное удовольствие именно как зритель, возвращаясь вот в эти миры бёртоновские, классические. Вот здесь да, да, я чувствую вот этого бёртона, и неожиданным бонусом ещё и Хогвартс оказывается тут. Что только большой плюс, одно могу сказать, спасибо вам большое. Буду естественно продолжать эти разборы лично в первую очередь делаю, потому что мне как зрителю, ни как обзорщику, ни как человек, который изучал разборы фильмов, ни в коем случае, просто зритель, который получил удовольствие и хочет поделиться с вами, но буду дальше стараться, конечно, углубляться и разбирать уже профессионально. Конечно, будет отдельный разбор самой Уэнсдэй, их взаимоотношения, и всё это будет впереди. Ну что же, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь, кто не подписан, а кто подписан, проставляйте громко лайки и пишите ваши комментарии. Ну а вы были, как всегда, на канале Что Посмотреть и с вами был я, гражданин режиссёр. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok